Я передаю слово тогда следующему спикеру. И у нас Сергей Киселев как раз расскажет про то, как работает агентство уже с различными профайлами мерчендайзеров и с различными типами мерчендайзинга. Ну и с различными заказчиками тоже. Да. Добрый день. Действительно, за тот период, сколько мерчендайзинг существует на рынке, а существует он очень много лет, у мерчендайзинга в принципе появилось большое количество видов, трансформаций и разных типов, скажем так, с которыми можно работать. Но весь мерчендайзинг можно поделить, если очень грубо, на две механики основные, в которых он существует. В частности, в разрезе как с агентством, когда работает поставщик, как и не с агентством, то есть вариантов много. Это эксклюзивный мерчендайзинг и совмещенный мерчендайзинг. Если говорить, что это такое и с чем это едят, то тут просто нужно понять, что эксклюзивный мерчендайзинг, уже понятно в своем слове эксклюзив, это когда человек, непосредственный сотрудник, он же мерчендайзер, он работает именно с одним брендом. То есть, если клиент хочет, чтобы у него был выделенный сотрудник, который будет работать в одном магазине, в нескольких магазинах, по определенному маршруту территориальному и обслуживает только его, соответственно, это эксклюзивный мерчендайзинг. Что это дает? Это дает, естественно, фокус на бренде. Это дает человеку понимание, с каким брендом он работает, какие основные задачи у него. Это дает более расширенный KPI. То есть, естественно, в этом случае управление, оно может также осуществляться и агентством под, скажем так, под основными задачами поставщика. Но оно все равно более четкое, симатизированное. Здесь можно делать разные фокусы от месяца к месяцу, от недели к неделе, получать большее количество различных данных из самой торговой точки, потому что человек хорошо понимает продукт. И графики, естественно, работы, они могут быть подстроены абсолютно под клиента. То есть, если у вас есть поставка в 12 дня, то человек может приходить в 12 дня в одну точку, в 2 часа в другую точку. Особенно для молочной категории это очень важно. Что касается второй системы, которая на текущий момент, о чем еще буду говорить, в тренде, она очень расширяется, скажем так, и она становится нужной по определенным причинам. Это совмещенная механика мерчендайзинга. В этом случае это как раз работа только агентства, когда у определенного мерчендайзера есть пул клиентов, пул брендов. Он, например, работает в одном магазине с разными категориями или даже в нескольких магазинах с разными клиентами и категориями. У него есть, конечно, уже не один фокус. У него есть не по каждому клиенту какие-то KPI. Это более сложная механика для мерчендайзера, потому что такой фокус на бренде сделать невозможно, но основные задачи все равно не остаются. Разница ключевая. Я уже сказал, что в управлении эксклюзивного мерчендайзинга тут бренд может диктовать свои правила, в том числе и в SFA-системе. То есть выбирать то программное обеспечение, которое удобно только клиенту. В том числе и системе KPI, они могут быть гибкие, разные, под определенные фокусы. И в том числе и работой с какими городами и так далее. В совмещенной механике это уже готовая управленческая структура, которая принадлежит агентству. То есть у агентства есть свои люди, они готовы предоставлять вам за определенный тайминг в определенной точке, или вы договариваетесь, сколько вы можете себе позволить на ту точку. Это более широкая адресная программа, потому что это программа агентства. Если у агентства большой пул поставщиков, она может работать очень много где, включая даже небольшие города, что не может себе позволить иногда эксклюзивная механика. Ну и тут есть, конечно, определенный момент. Как я уже сказал, KPI более сложный и, соответственно, зачастую программное обеспечение самого агентства. У тебя сразу тут вопрос, что выбрать? Что выбрать-то? Ну, если мы говорим про качество, которое прям качество, естественно, это эксклюзивная механика. Но вы должны понимать, что весь эксклюзив отличается от совмещения, в первую очередь, ценой. И по трендам, которые происходят сейчас, по 2022 году, судить, когда мы видим, что у нас первая, произошла ситуация с тем, что происходила оптимизация бюджетов. Даже у крупных поставщиков была вынужденность приостановить, подумать, что-то решить. В этом периоде многие стали уходить на совмещение, потому что эксклюзив невозможен был по содержанию команды. И совмещение, и те агентства, которые действительно широко представлены на рынке, у которых есть большая адресная программа, они могут позволить где-то упасть в цене, могут позволить дать то, что требует клиент. Просто еще плюс, да, есть определенные поставщики, которые сейчас появляются, которые еще не могут, да, вот был у Константина вопрос, еще не могут себе позволить мерчендайзинг по всей России. В этом случае тоже многие поставщики начинают совмещение, потому что это более доступный вариант, более понятный вариант. Есть такой, извини, стереотип, что совмещенка – это не равно всегда качество. Вот здесь вот как бы ты поспоришь со мной? Поспорю отчасти, потому что тоже нужно понимать, насколько агентство отдает себе отчет по количеству с КАЮ у мерчендайзера. Это очень важно, чтобы агентство в совмещении не передавало мерчендайзеру, ну там, не знаю, 300, 400, 500 с КАЮ. Все, у мерчендайзера в голове каша, он уже не понимает, с чем он работает. Это первое. Второе, это зависит еще от того, какие системы используются, насколько интегрированы системы отчетности. Тоже фотораспознавание сейчас, оно интегрировано в совмещение. Мерчендайзер в совмещенке – это точно только руки. Должно запомнить. Вообще мерчендайзер – это только руки. Мы всегда так говорим, главная выкладка, да, мерчендайзер должен нанести. Если мы говорим в эксклюзиве, там можно много чего делать. Но тренд сейчас обычный, что в совмещение сейчас активно переходят очень глобальные KPI из эксклюзива. И агентства перенимают и это делают. Это возможно. Я соглашусь. А можно сразу вопрос, как раз-то мнение Екатерины, мне интересно узнать о перешении на совмещенку. Есть свои команды, на которых мы вставим эксперименты, что дальше делать с агентством. И большая часть – это, конечно, агентство. Это совмещенные команды или это эксклюзивные команды? У нас совмещенные команды. Но мы требуем с агентств как с эксклюзива. Как с эксклюзива. То есть это действительно такой современный тренд, и с этим все работают. Вот, кстати, вопрос 300 СКЮ. Вот каково оно обслуживает-то, 300 СКЮ? Ну, для этого нужно понимать, какая нагрузка по клиенту. Есть клиенты якори у любого агентства. Зачастую при большом объеме, когда мы доходим до определенного в одной точке, уже 2-3 мерчендайзера. Делится все по категориям. То есть агентство обслуживает определенную категорию в магазине. Один мерчендайзер – одну, другой мерчендайзер – другую. Да, непосредственно. Это возможно работать. Самое главное – правильно выстроить систему управления на стороне агентства. Потому что в этом случае есть, опять же, и KPI, и обучение, и полевые тренинги, и коучи. Но они должны быть у агентств для того, чтобы это все непосредственно воплотить в жизнь, так как нужно клиенту. На текущий момент таких клиентов, как Essen, очень много. И все хотят действительно, чтобы было качество и в совмещении. И мы это понимаем. И мы понимаем, что мы связаны с нашими клиентами. Не будет клиентов, не будет нас. Поэтому мы сидим в одной лодке, делаем одно дело. И наша задача – решить проблему клиента. Если ему нужно решить сейчас так, значит, мы находим способ решить это так. Хорошо. Сергей, и как бы в завершении. Вот три принципа качества, которые нужно выдерживать агентству. Это какие? Ну, для совмещения, естественно, самый главный принцип – это сервис работы. Своевременное покрытие, соблюдение графика. В сервис можно чего много вложить. Это очень важно. Второе, я уже сегодня много раз говорил, есть различные KPI, и очень важно, чтобы KPI клиента даже в совмещении были в KPI агентство. То есть сейчас агентство работает через KPI всегда, даже в совмещении. И они должны для себя это принимать, понимать. Если KPI выполнен и KPI достигнут, здорово. Это может быть количественный, качественный KPI, это может быть какое угодно. И третье, наверное, для любого агентства качество – это тогда, когда ты совместно с клиентом понимаешь, вот то, что мы говорили в начале, кластер точки, насколько она развивается, что ты можешь сделать для клиента в этой конкретной точке. Первое – выложить товар. Второе – убрать там вертсток, наладить работу с ЛПР, где-то даже влиять на страховые запасы, то есть и так далее, и так далее. Это большой пул всего, и это очень важно – иметь кластеры точек, иметь возможность получать там офф-тейки и так далее, и так далее, и работать с ними очень активно. Потому что это нужно клиенту, это нужно нам, соответственно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...